Интересно, когда вот надо, совсем мысли в голову не приходят, не могу предложения составить ни одного. А в общем, тему, собственно, у меня такого рода, что я буду безжалостно удалять и банить всех, кто пишет всякие вот там нехорошие вещи про Инатия Тихоновича, какой он там деспот, какой он зверь, какой урод, что. В общем, прямо его считают за какого-то просто, ну, у меня трудно себе представить, какая ненависть должна быть к человеку, чтобы такое на него просто вот выливать кучу всяких помоев, какой он там древний мудак и негодяй, какой он там деспот и тиран и все-все-все. Люди, ну вы послушайте себя со стороны. На кого со стороны вы похожи? Он этого ничего не видит, не знает, а вы тут на него бросаетесь, ссылаетесь, вы показываете просто, насколько вы ущербные. И сами слабые духом люди, что вы даже представить себе не можете, что можете, что вы сможете прожить, да ладно, прожить, пробыть его обществе больше пяти минут. То есть настолько вы слабые духом и настолько грешные, или это одно и то же, что просто одна мысль об этом вас просто уничтожает. Настолько вы слабые и прям разваливаетесь на части при одной мысли об этом. И как я жил там, как я страдал, какой я там был порабощаемый, какой я бедный. Такое впечатление, что у меня вот среди моих подписчиков, хотя я уверен, процентов 95 из них, это пришли именно по знакомству меня на канале Игнатия Тихоныча. И что у меня как будто собирается главная такая сборная таких вот слюнтяев, которые, ну в основном, конечно, очень много у меня просто безбожников людей. Но есть безбожники хорошие, но есть безбожники глупые, дурные люди. У меня много, ну а что, что тут таит-то? Много безбожных у меня комментариев от людей, которые Бога совсем не знают. Поэтому буду удалять. Просто не противно читать. Вы сами почитайте. Женщины пишут там, некоторые какие-то мужчины или кто там, что мол, Никита, вот ты молодец, у тебя все получается, мы верили в тебя, ты, ты видишь, ты можешь, тебя там Игнатий Тихонович гнобил, но ты можешь, ты, значит, неудачник по жизни. Странно, это люди застряли еще на уровне развития, вот как я был там в первые годы. Да даже я в первые годы там, когда находился, ну, меня особо это, ну, не гнило, не угнетало, скажем так, что я какой-то там прям не имею там автомобиля, гаражи, машины, что там жену, пять детей, и вообще во всех ветвях власти такую развиты. Я понимал, что я христианин всегда. И что для христианина такие вещи, как там дом, это и земля, и доход, это все хорошо, но это далеко же не главное, совсем не главное. Особенно умиляет, так мне там пишут, вот, Никита, видишь, какие у тебя родители развитые, успешные, вот на какой машине они ездят. Ну, что-то же думаешь, ну, какие-то глупые дети пишут, откуда вы там знаете, что вы можете вообще знать? Вы же вообще ничего не знаете. Это что, показатель какого-то успеха там, или успешности. Да он сколько людей ездит, берут в кредиты себе машины, ну, это не про моего отчима вообще, а про всех говорю. Это что, показатель какого-то успеха в жизни. Да даже если бы так и было, сказал Христос, толку душе говорит твоей, если ты весь мир она приобретет, а душу свою повредит, какой дашь выкуп за душу? У христианина вообще ценности они такие. Ему главное хранить в себе чистоте и святости. И как написано по апостолу Иакова, презирать вдовы, сирот и жить благочестиво. Вот наш путь. А не то, чтобы прям развиваться и черпать от этого удовольствие. Это безбожный мир этим и живет, что вот больше построить, больше купить, приобрести больше денег. Там вот обычная такая империя, там Римская империя была, до этого было Вавилон. Эта империя, они сюда в этом направлении двигались. Развиваться в сторону больших пространств, больших земель захватить, больше золота, больше торговых путей. Потом какая-то очередная там схватка. Наследник умер, борьба за престол, друг друга перекололи, отравили, гражданская война. И как бы все империи сворачиваются рано или поздно. Ну разве непонятно вы, безбожники, несчастные, тупые. Ну куда вы смотрите-то? Господи помилую. Так к чему я веду? Вот даже, вот мне пишут комментарии, что вот Никита, ты молодец, видишь, вот оказывается, ты не лох, ты не неудачник, ты можешь что-то по жизни, что ты, видишь, у тебя все получается, Бог в помощь. Ну, комментарии-то хорошие. Ну вы представьте, вот, как эти комментарии, действительно, они служат каким-то мне подкреплением, учитывая, что я вот мужчина все-таки. Мужчина это там, это тестостерон, это все равно, все это в нем присутствует. Когда я начинаю это вот гладить, видишь, вот ты не лох, ты не лошара, ты можешь, видишь, у тебя все получится, это что, мне от этого легче, что ли, я там радость прям сижу, у меня все получится, у меня все получится. Да Бог даст получится, Бог даст не получится, мне абсолютно все равно, все у Бога. Мы молимся перед сном, читаем, Господи, вот гроб лежит у меня, вот кровать мой, Одар, это гроб. Ляжу в него, могу не проснуться, могу проснуться, все у тебя, Господи. Какие-то планы строят на завтра, послезавтра, тебе один только план жизни, лезь сейчас в постель твою, так, что ты умер, попал бы сразу к Господу. И все. А то настолько несчастные люди в суете там, копошатся там, и на меня, и таким образом меня поддерживают. Все. Я хочу сказать, что Игнатий Тихонович, скажу как на духу, на самом деле, это очень хороший человек. Ну, доказать тем, кто его ненавидит или не любит, то есть, приводить какие-то примеры, его жизнь, его трудов, это бессмысленно. Это просто бесполезно. Они, если их заклинило на этом, что он прям вот за тысячи километров от себя, он их так ранит в душу, что они его видеть не могут, они его смотреть не могут, они прям умирают там перед компьютерами. Какой негодяй, и ты, Никита, был раб, что ты бежал, видишь, ты тут развиваешься. Да слава Богу. Да если бы и так, чтоб развивался бы-то. Чего греха таит? Я тут, у меня все мои просмотры, весь интерес к моей персоне, чисто это не от того, что у меня какой-то канал интересный или контент интересный, а о том, что я был у Игнатия Тихоновича, и там приобрел такую себе как бы славу. Только из-за этого. Поэтому я неразрывно связан с Игнатием Тихоновичем и со всей его работой. И приходится теперь мне вот это все читать, выслушивать. Так что люди, успокойтесь, успокойтесь и перестаньте сходить с ума. Прям читаешь, такие за меня волнения идут. Мне уже 31 год, дядьке. Столько в жизни я уже и прошел, у меня был и алкоголь, и наркотики, и блуды, и всякие безумства. Уже столько всего прошло. Мне вот это читать, это так интересно, что... как мне там успешно, неуспешно, что будет. Вернемся к Игнатию Тихоновичу. Он же этого ничего не видит, он этого не читает. Он себе живет, радуется жизни, понимаете, молится, имеет общение сотнями людей. Ну, пишут сотни людей. Он имеет огромную переписку. Ну, Бог дал ему это. А вы то ли из зависти? Ну, скорее всего, из зависти, потому что Писание, Библия говорит, что много греха делается именно из зависти. Каин убил Авеля из зависти. Там Стефан говорит. Братья продали Иосифа в рабство из зависти. Игнатия Тихоновича ненавидят из зависти. Просто они не могут в себя вместить, что Бог одному человеку дал так много. Такую жизнь насыщенную, такую активную. Столько встреч, событий. Такое влияние оказывает на людей, хочешь, не хочешь, в православном мире. Они просто это вместить в себя не могут. И поэтому просто на него злобятся, тупят и гонят на него. Просто с ума сходят. Так что мне на количество подписчиков своих... Ну, хорошо, когда их много, приятно, все сказать. Ну, буду просто банить. Я уже начал банить. Буду банить всех, кто мало ли мальчики вот такой видит политику. Что вот, наконец-то ты от этого изверга вырвался. Ты был в плену, тебя унижали, а тут ты на свободе. Мне Бог дал это пройти. Я жил там, и мне на самом деле это интересно. Это были лучшие года моей жизни. Честно, такого духовного напряжения и таких духовных откровений, таких утешений нигде больше никогда не было. И вряд ли, может, и будет. У вас этого не было и, наверное, не будет. Вам этого не понять. И когда пишут там, ну, раз в твои годы жизни лучше, то я не представляю, какие там худшие. и все-все-все такое. Ну, слава Богу. Я все равно всем благодарен, кто пишет комментарии. Это все-таки налаживает какие-то твои социальные контакты, навыки. Ты уже знаешь, о чем тебе люди, о тебе думают. Сам себе как-то строишь, развиваешься. Хоть в плане в таком. Просто как персоны какой-то. А не то, что ты там строй, вот ты там все там делай, делай. Это вся вот эта суета, которая вокруг происходит, вокруг человека. Там огороды, дома, машины. Это просто лишь бы, чтобы занять время какое-то, пока он здесь находится на этой земле. Потому что безделие это лучшая кузница для сатаны, как известно. Останешься без дела, как мы знаем, в городе или не в городе, люди, когда они ничем не заняты, они дурят по-страшному, они сразу вообще тяжкие, пропадают, потому что настолько сатана мучает. Ну, всякие, все знают, как бывает, тоска какая нагнетает на душу, как сатана приступает к тем, кто верующий, а к тем, кто не верующий. Он именно крутит, как хочет. Поэтому весь этот быт, это так, просто, чтобы ты не сошел с ума и чем-то был занят, помогал нуждающимся. Там, десятину, платите десятину. Я же знаю, вы же меня смотрите, вот большинство из вас там, это же не верующие люди. Ну, и мусульмане, ну, мусульмане, они интересные, мне вот интересно, даже у меня имена такие там в комментариях мусульманские ребята пишут. Ну, видно, что они, ну, совсем другие. У них, они, конечно, не христиане, но это понятие о Боге, справедливости, вот, о честности, в них присутствует, с ними общаться-то приятнее, чем с нашими христианами, так номинальными, православными. У тебя исполнены какое-то безумие какого-то, безбожного. Они отравлены этим всем, что на них льется в уши ихние, в глаза ихние, из телевизоров, из интернетов. Они это все хавают полной ложкой и просто отравляются. Несчастные больные люди. А мусульманам мне приятно даже просто читать комментарии, хоть они и не христиане, и Бога настоящего не познали, к сожалению. Может, некоторые познают. Я же христианин, я исповедую Христа. Иисус Христос мой Спаситель. Он за меня, Никиту Колесникова, умер на кресте и воскрес именно за меня. И за каждого из вас. Поверьте. Так что придите Господу. Утихомирьте свое зло и свои страсти, и все пройдет. Игнатия Тихоновича полюбите, и всех, всех, всех. Тогда Богу нужно благодарить за таких подвижников, которые нам Бог дает. За таких, как Игнатия Тихонович, за таких, как он. Сколько трудов он положил для нас с вами, чтобы мы пользовались, чтобы мы читали все материалы собранные, чтобы мы подражали ему в чем-то. А вы прямо на него набрасываетесь, как какие-то безумные просто демоны, одержимые. Ну и есть одержимые, потому что безбожники. Другой пишет, я вот компьютерные игры играю, с 9 лет компьютер из консоли и все нормально. Да ничего не нормально. Ничего не нормально. Меня как-то просили снять отдельно, типа записать о мое отношение к компьютерным играм. Да, я думаю, этот вопрос тоже раскрою. У меня большой опыт компьютерных игр. Ничего там хорошего нет. Это сумасшествие. Это в лучшем случае пустая трата времени. А на самом деле, посмотрите, как страдают, ну не все одинаково, как страдают от компьютерных игр именно подростки, дети. Они же там с ума сходят без компьютера. Те, кто, которые постарше, они как-то еще контролируют, время распределяют. Но это другая тема для разговора. Я вам лучше стишок расскажу Вере Кушнир христианке. Не православной, правда, но христианке. Вот как раз пейзажи, которые открываются при заходе солнца. Вот здесь нагляднее будет стихотворение, чтобы оно вашу душу успокоило, привело в уравновешение. И вы нашли Бога. Вот он, пейзажи. Пишутся чудесные пейзажи вечного художника рукой. Пусть о Боге мне никто не скажет, скажет Ива ночью над рекой, скажут звезды, скажет буйный ветер, и колосси в золото, и лес, и закат в прозрачный летний вечер нам откроют дверь в страну чудес. Мир безмолвный нам о Боге скажет, скажет громом, молнией, грозой, скажет солнце и росой, что ляжет на траву серебряной слезой. Пусть о Боге нам никто не скажет, пусть не слышен голос нам живой, пишутся чудесные пейзажи вечного художника рукой. Вот они, пейзажи, посмотрите. Это Господь Боженько все творит, сотворил и содержит своим словом, как написано. Так что успокойтесь во всем, все хорошо будет. Посмотрите, какая красота. Вот она. Даже вот бурьян растет и то красиво. Сказал бы, ничего такого, и то бурьянище какое-то. Вот мне там кто-то пишет, вот тебя чему учат, у тебя даже бурьян непокошенный, да что, ну пусть непокошенный растет себе, толку мне его косить. Я тут не хожу, не живу в этом месте, мне только тратить ресурс своего бензонокосилки и бенз лишний. А это тоже, вот тоже, и тут красота, и тут Бог. В сорняках сразу идешь, видишь, ага, бурьян, и сразу вспоминаешь места из Библии. Господь сказал человеку, мужчине точнее, что в поте леса будешь есть хлеб, да коль не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Написано дальше, будешь питаться полевой травою, тернии и волчцы произрастят и на тебе. Вот они, эти тернии, волчцы, вот это все бурьян этот, это Господь сделал, чтобы человек трудился, такое наказание, епитимья такая после грехопадения, чтобы он это все возделывал. Это тоже наводит на мысли высокие. Так что люди, слава Богу за все. Аллилуйя, аминь. Вот. Солнце вон оно, близится к закату. Как вам? Мм? Вот ушло.